Поощряется ли в религии соблюдение традиций и обычаев, не противоречащих установлениям шариата? Вопросы обычаев и традиций с точки зрения религии, как на это указал спрашивающий, пусть Аллах дарует ему успех, делятся на два вида. Первый вид — это обычаи, которые противоречат шариату. В этом случае соблюдение подобных обычаев является запретным или нежелательным, в зависимости от того, насколько они противоречат религии. Мусульманин должен сторониться подобных обычаев. Второй вид — это обычаи и традиции, которые никак не противоречат установлениям шариата. И нет сомнения, что все народы имеют собственные обычаи, отличающиеся от других. Эти обычаи влияют на общественную жизнь, а также на отношения между членами семьи. И нет сомнения, что подобные обычаи следует соблюдать, так как они имеют важное значение во взаимоотношениях людей. И я хочу сказать две очень важные вещи по этому поводу. Во времена джагилии у арабов были некоторые похвальные нравы. Такие, например, как щедрость, смелость и так далее. И ислам утвердил их. Как сказал пророк, да благословит его Аллах и приветствует, «Поистине, я был послан для усовершенствования благих нравов». Поэтому мы говорим, что мусульманин должен придерживаться подобных нравов. Что же касается плохих нравов, то нет сомнения, что они являются заблуждением, и мусульманину следует отдаляться от них. И мы предостерегаем нашу молодежь от подобных нравов и привычек. Как можно оставлять благие и красивые нравы, на которые указал ислам, в обмен на испорченные обычаи и нравы Запада, которые полностью противоречат человеческому естеству? Также из того, что я хотел сказать, необходимо различать между обычаями народов и шариатом, Некоторые люди, когда видят, что общество крепко придерживается установлений религии, относят эту религиозность к обычаям и говорят, «Мы должны придерживаться этих обычаев, потому что наши отцы и деды соблюдали их». И это ошибка с их стороны. Неправильно называть религиозные обряды и поклонения мы должны выполнять ради Аллаха, а не потому, что это делали наши отцы и деды. Необходимо учитывать эти тонкие моменты в разговоре об обычаях и традициях. А Аллах знает об этом лучше.